Ну а сегодня я хочу поговорить о неадекватных ежемамках и ежепапках на скейт-площадках. Вы, наверное, помните, в прошлый раз я рассказывал историю, как ежемамка преградила путь скейтерам на площадке и требовала отдать им самокат. Мол, у ее детинки нет отца, да и у нее нет денег на спортивный инвентарь, а скейтеры богатенькие, сразу видно, райончик-то элитный. Че, им жалко, что ли, самокат за тысяч пятьдесятах, а? Вот прикиньте, какой абсурд. Буду с вами откровенен, мне ежемесячно написывают десятки таких людей с разными странными просьбами помочь им финансово или просто пояснить за жизнь. Вы шо думаете, я миллиардер? Да еще и долларовый. Так, естественно, уже давно. Кстати, если ты запарился кидать грязюку и хочешь кидать кэш в лица завистникам так же, как я, то я тебе сейчас кое-что расскажу. Мало кто знает, стать независимым от родителей и заработать, будучи школьником, реально можно. Да даже если ты не школьник, слушай. Мои друзья, проект Иксто поможет тебе ощутить кэш уже в ближайшее время. Кто за них не шарит, это команда профессионалов. Проект Иксто берет тебя на свое попечение, помогает развивать свой ютуб-канал, подбирает тебе нишу, доводит до монетки. И это все вне зависимости от твоего пола, возраста, национальности и даже веса. Привет, Дениска. Причем, самое кайфовое, что все происходит на Американ Ютубчике, где заработок в десятки раз выше. Хей, ты че, паришься, что не знаешь языков? Да, братан, оставь свой язык для девушки. Хм, команда проекта Иксто все сделает за тебя. Они не учат, как быть блогерами, они учат, как зарабатывать с ютуба всем и каждому. Кстати, от меня вам персональный подгончик. Перейдя по моей ссылочке в описании, вы получите крутейшую скидку. Предложение ограничено, скорее залетайте и регайтесь. Ну что, спасибо, что перемотал рекламу, походу я так и не куплю себе новые штаны. Давайте хотя бы грязюку накидайте и 15 лайков. Надеюсь, соберем. Вот честно, эти скейт-площадки прям как камень преткновения. Каждый так и жаждет прокатиться на самой высокой рампе. Ладно, когда это желание у скейтеров, самокатеров или БМХеров, и у них конфликтов хватает за зоны катания. Но когда на скейт-площадку попадают неадекватные люди, она, скейт-площадка, становится местом лютого трэша, кринжатины, а у кого-то и пара лишних отверстий может появиться. Да, не шокайтесь, все увидите в ролике. Как я уже говорил ранее, это не место для детей. Во всех правилах, находящихся на входе на скейт-площадку, есть инфа, что детяткам там не место. Либо с полным сопровождением взрослого. Ну, как у нас бывает зачастую, ежи мамки приводят своих личинусов, оставляют их наедине с самими собой, а сами чешут языками на лавочке, подтягивая певчанский. Хотя иногда, кажется, что лучше пусть так, чем вот так. Естественно, я заблюрил все. Если что, как всегда, фулл без цензуры вы чекните у меня в ТГ. Но не спешите, досмотрите до конца. Там вообще песня. Да, в конце комментарий олицетворяет всех ежи мамок последних лет. Соглашусь с ним. Слава богу, что мы не премию Дарвина ей вручаем. А то было бы максимально грустно. Да и в этот момент детинку жалко больше всего. Да, она даже ходить толком еще не умеет, а ее уже потащили в скейт-парк. А судя по тому, что ежи мамка решила прогуляться по Рейлу... Кстати, если я вдруг неправильно сказал, поправьте меня. Мне кажется, она спецом провоцировала или делала это назло. Мол, смотрите, у моего звездюка еще нет самоката, а я уже свои права качаю на площадке. Вот подрастет, спасибо скажет. Да-да, надеюсь, с ней все ок будет и батя у них более адекватный. Кстати, немного о батях. Кадры из Саранска. Там, судя по высказываниям снимающего школьника... Подойдет. Подошел на рампу, начал вырывать, ну, подобие. Начал трогать меня, начал у меня ухо вырывать. Как видите, на кадрах не происходит ничего. Он просто спокойно идет мимо. А комментатор пытается ему что-то предъявить. Я допускаю, что ситуация имела место быть. Клеветать никого не хочется. Но в видосе, кроме неадекватности, ешь бате, больше ничего не видно. На неадекватность в том, что это скейт-парк, а он приперся туда с двумя мелкими. Причем, сами понимаете, уследить за обоями ему вряд ли удастся. А когда какой-нибудь BMX-ер случайно въедет в самокат, то разборок не миновать. Придет, конечно же, и батя, и мать, и бабушка. Ну а на этих кадрах видно, как ешь батя пришел ущемлять честь и достоинство. Причем его методы сверх радикальные. Предыстория такая. Узбекистан. Ешь мать завалилась под вечер со своим самокатенышем на площадку. Ей вежливо сказали. Мадам, шли бы вы в пешее эротическое, прям в детородный женский орган. На самом деле я шучу. Ее вежливо попросили от греха подальше уйти. На что-то обиделась и заявила, что вертела их мнение, а осью был уже детородный мужской орган. Ох уж эти завуалированные фразочки. И вот ешь мать позвала ешь батю и еще парочку яшь друзей ешь бати. И те устроили месиво. Причем лупили они как детишек, так и взрослых миролюбивых людей, которые пытались наоборот успокоить бунтаря. Итога никакого. Пузатый ешь батя радостный утоптал домой. У скейтеров парочка синяков. Ну а вы сами знаете, где чекнуть фулл без блюра и во всей красе. Вот объясните мне, как можно быть настолько неадекватным? Как можно не понимать, что травмоопасно это детишкам кататься на таких площадках? Ну что вы же сами будете потом орать, ныть, судиться, если с вашим детинкой что-то случится? А ведь трюки бывают разные. Иногда на большой скорости ты летишь и совсем не видишь, что там за пригорком или за подъемом. Взмываешь воздух, а там... А там аноним устян на самокате. Кстати, пацаны, вы уже видели, что сезон охоты на вас открыт? Да ты шо ебать. Подожди, блять. Тут вообще песня. Вот примерно такая же белочка нашла своего самокатера. У них родился самокатеныш и они завалились в скейт-парк, так сказать, пройти по местам былой славы. Давайте, давайте нормально поговорим. Давайте. Смотрите, давайте. Ну, хорошо, давайте. Поймите то, что это не для детей. И опять конфликт. И опять ежемамка чудит. Суть простая. Пришли с ребенком, качают права. Пытаются доказать, что умные. Маленький еще, иди сюда. Вы меня оскорбляете, зачем? Сюда подойди, позвони своей матери. Я не буду выяснять отношения с зеленым, блять. Воу-воу, полегче. Мне кажется, даже если бы он подошел, она бы ничего не сделала. И что это за фразочка такая? Я не буду разговаривать с зеленым. Ты уже разговариваешь. Мне вот интересно, что бы она предъявила матери? Ваш сын катается в парке? Или ваш сын пытается нормально урегулировать конфликт? Давайте, давайте нормально поговорим. Или ваш сын держит дистанцию, чтобы случайно не отхватить? Сюда подойди. Абсурдность ситуации колоссальная. Видос я взял с канала этого челика, можете чекнуть фул, если хотите. Но дальше просто босс всех боссов. Сука! Я понял. Ёбан, блять. И сюда! Сюда стоять, блять! Что? Я сам в шоке с этих кадров. Обычная семейная парочка с двумя детьми. Один в коляске, другой только научился ходить. Завалилась в скейт-парк. Причем, судя по тому, что Яшбатя оказался сидячим на рампе, конфликт произошел еще до самой ситуации. Видать, скейтер сделал замечание наглым гулякам, мол, уберите детей. Этот самокат на пластиковых колесах, мало того, что детский, так он еще не предназначен для катания с горок. На что, скорее всего, Яшбатя стал ерепениться, выпендриваться и демонстрировать, кто тут альфа. Но на это у скейтера были свои идеи, и он решил показать, что будет, если сидеть в тупую на элементах площадки. Как итог, конфликт. Но кто ж, сука, знал, что после поджопника, кстати, справедливого, потому что кабан первый ударил скейтера, он полез за стволом. Сука, вы такое видели? Ствол в коляске, блядь! Тут явно видно, что у бати этого конфликты бывают очень часто. Но вы должны меня понимать, я не могу этого показывать на ютубе, поэтому, блин, опускаемся в описание, и там чекаем фул у меня в ТГ. Да потому что меня блокнут за такое. Ну а следующая часть ежемамок будет про их конфликты на всяких площадках, игровых полях, махаче с другими школьниками и так далее. С вас просто подписончик, лайкончик, и, конечно же, ожидайте следующий видос. И всем счастья!